Здравствуйте, меня зовут Павел Белинский и сегодня я хотел бы отойти от темы убийств к теме еды, хотя учитывая контекст это вполне схожие вещи. Ни для кого не секрет, что благодаря поднятию НДС у производителя почти не остается способов выдержать конкуренцию на рынке, соблюдая качество, при этом маскировать повышение цен и пытаться на этом заработать хоть что-то. Сначала в хлебе начали использовать самые дешевые дрожжи, затем нормальную муку заменили на фуражное зерно, после чего молоко заменили на сублиматы, экстракты, заменители, наполнители с красителями, затем творог без молока, сыр без молока, а потом и само молоко было заменено на пальмовое. И тут прорыв. Россия является лидером в импорте пальмового масла на планете. Задумайтесь, 550 тысяч тонн пальмового масла в этом году. Притом Россия закупает не только пищевое пальмовое масло, а также и техническое. Притом техническое пальмовое масло запрещено к использованию в пищевой промышленности. Запрещено оно к применению практически во всех странах мира за редким исключением, потому как его применение в пище вызывает молниеносный рак. Притом в российском законодательстве использование технического пальмового масла никак не регламентируется. Оно все просто пальмовое. При этом техническое пальмовое масло стоит почти в три раза дешевле пищевого. А сейчас то, ради чего мы все здесь собрались. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сейчас находимся на стартап-вилледже. И для своих клиентов хотим показать очень интересный инновационный проект по технологии приготовления комбикормов из личинок мух. И, кстати, вам представить Алексей Истомин. Расскажите в двух словах, что за проект? Вообще, если говорить про технологию, то все начинается с мухи. В мухе живут специальная клетка в инсектариях. Там они делают вкладки яиц. После чего мы выращиваем из этих яиц живых личинок. Далее мы их высушиваем и измельчаем. И получается наш конечный продукт. Это высокопротеиновый корм для сельскохозяйственных и домашних живых. Масло из личинок и мух предлагают добавлять в майонезы и сладости. Муку и масло насекомых планируют ввести в пищевую промышленность, а производить ее собираются в Белгородской области. Белгородский предприниматель сообщил о планах вводить в продукты высокоусваиваемый белок из личинок мух. Генеральный директор Щебекинской компании по производству кормов, кормов для сельскохозяйственных и домашних животных сообщил о том, что в скором времени пищевые добавки могут пополниться новым видом белка. Речь идет о белке животного происхождения, который планируется получать из личинок мухи черная львинка. Сергей Лиман отвечает, что во всем мире в пищу используют всевозможные живые организмы. Просто вопрос сложившейся гастрономической культуры. Если изменения будут проходить плавно, то люди могут изменить свой взгляд на те или иные ингредиенты, входящие в состав пищевых продуктов. Мы уже едим колбасу без мяса, колбасу из бумаги. Мясо, в котором больше воды, чем мясо. Мы едим хлеб, в котором нет нормальной муки. Едим творог, в котором нет молока. Мы едим, мы пьем молоко, в котором нет молока. Так, по его словам, во Франции едят лягушек. В Азии абсолютно нормальным считается употребление насекомых, которые богаты белком. Причем белок это гораздо более качественный и полезный, чем растительный. Но это, знаете, как по методичке. Мы все тут замечательные, все перспективные. Ух, методичка. Животное происхождение делает это его максимально усваиваемым для человеческого организма. Неправда. Сейчас планируется запустить проект по производству высокобелковой муки из личинок черной львинки, которую закупят в Голландии. На первой ступени реализации проекта белок будет использоваться в качестве добавки в комбикорм для сельскохозяйственных и домашних животных. Я хочу указать на первой ступени, то есть это лишь первая ступень в том, что будет дальше. На первой ступени это будет добавка в комбикорм для сельскохозяйственных и домашних животных. Давайте послушаем, а что будет дальше? Со временем Лиман надеется провести необходимые исследования, они еще не проведены, и выйти со своим продуктом на рынок пищевой продукции уже для людей. Если бы я не делал акцент на этом, то статья очень легко читается, очень сложно здесь вылавливать действительно важные моменты. По его словам, маслом из личинок можно заменить растительное масло в майонезах и кондитерских изделиях. А также повысить питательность и энергетическую ценность полуфабрикатов. То есть это не только будет майонез и кондитерские изделия, а также энергетическую ценность полуфабрикатов. То есть пельмени, заморозки, различного рода котлеты. Как отметил Лиман, к решению начать производство альтернативного животного белка, его подтолкнула статистика демографии планеты. Но внедрение это будет исключительно в России. Самой дорогой и качественной мукой для производства кормов животных считается рыбная мука. Опять подмена понятий. Самой дорогой и качественной мукой для производства кормов животных. Не людей, а животных. Но почему-то предлагается повысить питательность и энергетическую ценность полуфабрикатов, а также заменить растительное масло в майонезах и кондитерских изделиях в пище для людей. Но давайте дочитаем. Но запасы рыбы в океане истощаются, население земли растет. Поэтому безопаснее и выгоднее перейти на производство более доступного белка. Посмотрите, как филигранно происходит подмена понятий. То есть, ввиду того, что его подтолкнуло перенаселение, но самой дорогой и качественной мукой для кормов животных считается рыбная мука. Причем тут перенаселение непонятно, если ты делаешь акцент на том, что корма для животных считается рыбная мука. Но рыбы истощаются, а при этом безопаснее и выгоднее переходить на производство более доступного белка в пищу человека. Это просто великолепная методичка. И это безумно охренительно филигранный вариант подмены понятий. Богатейшая страна планеты, обладающая всем от практически всех видов полезных ископаемых до богатейшей флуры и фауны, давит тракторами килотонны свежих и качественных продуктов. А для производства внутри страны фуражное зерно, техническое пальмовое масло и теперь муку и масло из личинок мух. С этим я нас всех и поздравляю. Если у вас есть свое мнение, напишите его в комментариях. Спасибо.